Работодатель потребовал выполнить опасные работы, допуска к которым его сотрудники не имели. В результате на предприятии погиб молодой человек. Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска начался процесс, где впервые прозвучали фамилии и должности лиц, имеющих отношение к трагедии. То есть кто исполнитель при осуществлении строительства, вы не знаете? Но строительство я не могу сказать. О том, что прокурор изучила не все материалы уголовного дела, было понятно с самого начала судебного заседания. Судью интересовали конкретные данные, фамилии, даты, суммы. Все это четко прописано в экспертизах и следственных документах. Журналисты их читали. 16 июня 2015 года Андрей Николаев и его друг Станислав Кригерт вылетели из Толмачева в Якутию, в город Мирный, для работ вахтовым методом. Покупка билетов, организация проживания и питания целиком лежала на работодателе из Новосибирска, предпринимателе Привалове. Это свидетельские показания 12 сотрудников. Каждая страна обязана доказать то, на что ссылается. Ни столовой, ни нормальных условий для проживания. Сотрудников поселили в холодном здании, где и проводились отделочные работы. Опять же, из показаний свидетелей Привалов в беседе с работниками заявил, что по приезду в Мирный будут оформлены трудовые договоры. Чтобы люди не сомневались, два экземпляра подписал перед самым вылетом. 17 июня Андрей Николаев и Станислав Кригерт отработали весь день. Документы на подпись не получили. А 18-го на стройке произошла трагедия. Другими словами, трех рабочих, в их числе был и Андрей Николаев, отправили разгружать груз при помощи передвижного крана. Никто из руководства даже не спросил у ребят, есть ли допуск к таким работам, есть ли удостоверение стропольщиков. Об этом говорит Государственная инспекция охраны труда Республики Саха-Якутия. Альбина, зовут ее тетя, она сказала, что вашего Андрея убило током. Дальше как бы я вот смутно сейчас вспомню, что происходило. Я не верила, конечно, что я не могла поверить в это. Крановщик задел стрелой высоковольтные провода. У Станислава Кригерт сгорели кроссовки. Возможно, спасла резиновая подошва. Второго помощника отбросило в сторону. Не повезло Андрею. Тело примагнитило к железным стропам. Согласно этим договорам ИП Привалов принял на работу Николаева и Кригерта на должность отделочника для выполнения работы в город Мирный. Изложенные выше обстоятельства подтверждены государственным сектором труда. Тем самым установлено, что Николаев и Кригерт фактически состояли в трудовых отношениях с ИП Приваловым. Поскольку последний представился работодателем, подготовил трудовые договоры, отдавал распоряжение выполнения работы, обещал вознаграждение за их выполнение. Предприниматель Привалов на суд не явился, мотивируя это тем, что у него плохое самочувствие. Медицинскую справку не предоставил. В показаниях якутским следователям заявляют, что никаких трудовых отношений с погибшим Андреем и с остальными участниками бригады у него не было. Документы не подписывал, на работу не приглашал. Вообще подробности самого уголовного дела вызывают у родных вопросы. К примеру, в заключении судмедэкспертизы сказано, после удара электротока все 32 зуба у погибшего на месте. По словам матери, нижнего переднего у него не было с детства. Александр Курш, Вальсей Погодин, Алексей Зубило. Новости ОТС.